Светлый праздник, темной ночью, православные и всего мира встретили один из своих главных праздников – Рождество Христово. Пришествия в мир Спасителя отметили Божественной Литургии, совершенной ночью в обоих храмах города, и сооружением рождественских вертепов. Надежда Печоркина продолжит тему. Светлый праздник Рождества приходит на Урингойскую землю посреди морозной ночи. И кажется, сам воздух потрескивает от холода. Но морозом вряд ли можно испугать жителей Крайнего Севера. И те, кто сегодня спешит на праздничную службу, подобно восточным мудрецам, которые спешили на свет рождественской звезды, не проходят мимо вертепа – зримого и остязываемого изображения евангельских событий. Каждый раз устроители вертепа стараются сделать его по-новому. Вот и в этом году снежное укрытие для святого семейства выполнено таким образом, чтобы его одновременно могло увидеть наибольшее количество человек. Многое в конструкции этого святочного сооружения зависит от того, кто трудился над его производством. Творчество тут коллективное, авторов много. Но, скажем так, главным художником, главным зодчим был один из ребят, который сейчас проходит реабилитацию в окружном реабилитационном центре для наркозависимых. Его имя Сергий. И не он один, а все ребята с центра участвовали очень активно. Вот это такой их подарок, замечательный нашему приходу и замечательный подарок нашему городу. Прежде чем войти в собор, каждый хоть ненадолго доостановится возле этой рукотворной красоты. Кто поставит свечу и кратко помолится, кто сделает фото на память. Очень красивый вертеп, такие чувства переполняют, душа радуется. Но надолго здесь никто не задерживается. Не только потому, что морозно, а от того, что скоро начало службы. Если промедлить, главное в празднике пройдет мимо. Рождество Христово не просто повод для радости, а праздник благодарности Богу за то чудо Боговоплощения, которое переживает и свидетелем которого является каждый, обладающий чистым сердцем или хотя бы стремящийся к этому. Вот скрикните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его. По традиции в конце службы в храмах читается рождественское послание патриарха, а затем к пастве обращаются священники. Настоятель желает каждому участнику службы, чтобы свет рождественской радости сиял для них непрестанно. Чтобы наши грехи, наши немощи не могли заглушить этого света, и чтобы он руководствовал нас добрыми делами, потому что самое важное и самое главное – это хранить сердце. Сердце, которое отзывается на чужую боль, сердце, которое действительно милосердием, своими плодами, своими добрыми делами доказывает свою веру во Спасителя Христа, чтобы наша вера была не тщетна в наших сердцах. В рождественскую ночь храмы полны народу. Не может быть иначе в стране большинство граждан, которые по-прежнему считают себя православными. И в Новом Уренгое немало тех, для кого Рождество начинается именно в храме, на службе. Посещение церкви, стол дома праздничный. На Рождество, на Пасху обязательно стараемся, чтобы было. В прошлом году даже мы на крещение купались первый раз, в этом году тоже хотим. Мы стараемся придерживаться каких-то традиций и стараемся в этот вечер постное 12 блюд выдерживать, если получается. Вертеп, напоминающий людям о евангельских событиях, установленный возле храма преподобного Серафима Саровского. Без этих сооружений в Новом Уренгое святки уже не обходятся. 12 праздничных дней от Рождества до Крещения, или, как говорят в народе, от звезды до воды, проходят как сплошной праздник, когда нет поста и отменены земные поклоны. Мир отмечает рождение Спасителя. Надежда Печоркина, Артур Цивилюк, Служба новостей, «Импульс».